всем добрый день вы на канале голубика днепр с вами лася сегодня хочу поговорить скажем так провести анонс что мы уже с вами провели три обработки еще ожидается у меня последняя обработка когда падают листья это железным купоросом уже это видео я буду снимать когда падут листья сейчас хочу показать как красиво выглядит все-таки голубика обработанная медным купоросом в этом году я постаралась вот насколько красиво и и листва осенью как она декоративно смотрится вот какие различные оттенки у нее и красные бордовые какие-то и лиловые и присутствует зелень вот разные сорта по-разному меняют свою окраску вот есть абсолютно красные есть еще многочисленные много зеленые листвы есть листва которые уже сильно осыпается но сегодня хотела поговорить не об этом сам же главный самый главный вопрос будет ли у меня урожай в следующем году как же выглядят эти цветочные почки и хочу порадовать тех кто со мной вместе на моем канале ухаживать течение всего сезона начинаем у свои работы уже в конце февраля у нас будет обрезочка в марте у нас будут подкормки и вот те кто со мной в августе месяце делал подготовку своей голубики к следующему сезону для того чтобы она хорошо перезимовала чтобы заложила цветочные почки вот хочу уже вам показать результаты что вы можете подойти к своим кустиком и самостоятельно увидеть на своих кустах цветочные почки вот обращаю внимание как они выглядят цветочные почки находятся на крайних веточках вашего кустика поэтому очень важно не обрезать голубику как декоративный куст вы можете обрезать весь урожай вот показываю на кончиках вот такие вот толстые почечки это цветочные почки вот они уже потихонечку их видно и заложились цветочные почки на холубики закладываются осенью и весной чем старше ваш куст тем больше тем отчетливее будут видны цветочные почки вот я сейчас возле кустика реки это ранний сорт и на нем всегда в первую очередь очень хорошо видны его многочисленные цветочные почки вот приближаю показу вот как они выглядят вот какое их количество из каждой цветочные почки будет развиваться с подходим к другим кустиком вот допустим дюк будет 8 10 цветочков из которых получится 8 10 ягодок многие могут сказать я уже это знаю вы уже об этом рассказывали но хочу сказать что на наш канал все больше и больше присоединяется новичков которые только-только начинают заниматься голубикой поэтому эта информация будет интересно потому что искать мои многочисленные видео листать мой канал с каждым нечего делать поэтому я вам еще раз повторю почему я и говорю оставайтесь на моем канале и мы вместе с вами будем разбирать все вовремя по сезону то есть не говорит а посмотрите там где-то когда-то что-то я буду сопровождать уход за голубикой в течение всего сезона полностью все маленькие нюансы какие только у меня возникают увидела я граб и апперлит свою грунте вспомнила рассказала вам начинаю вносить удобрения рассказывать как я поливаю особенности полива рассказывала почему краснеет листья почему скручивается листья как обработать от антихруща это мы все с вами разбираем именно в нужный момент не тогда вот допустим зимой я вам буду рассказывать как нужно бороться с хрущем об этом как бы зимой смысла нету до весны это все забудется поэтому сейчас мы с вами хотим узнать будут ли у вас цветочные почки если они уже на ваших кустиках вот вы можете побежать при хорошую погоду и посмотреть если вот такие вот у вас красивые толстенькие почки на ваших кустиках вот и ждите на моем канале вместе будем готовить железный купорос для обработки голубики почему я обрабатываю свою голубику для того чтобы следующий сезон встретить уже без болезней без грибковых заболеваний этот год был у нас чрезвычайно сложный очень жаркий было очень много каких-то микро вредителей и сильно от жары много было каких-то все таки я остановилась на том что грибковые заболевания поэтому рассказала если у вас нету такой ситуации если у вас не возникает вы можете какой-то определенный уход о котором я расскажу пропустить если вы с этим не согласны если вы скажем так нашли какой-то другой источник который вам больше понравился пожалуйста я всегда говорю что у вас есть право выбора выбирайте слушайте соглашаетесь не соглашаетесь а уже работать работаете со своими кустами вы так как считаете нужны это ваш куст вам эти ягоды есть вы их выращиваете для себя и для своей семьи потому что я опять же уточняю я садовод любитель у меня не промышленное производство но количество ягоды которая у меня уже есть больше чем не нужно поэтому летом я немножко я году свою продаю не только делюсь со своими друзьями и знакомыми и родственниками но также мне удается так как голубика достаточно урожайная мне удается немножечко ее и продать поэтому всем хорошего дня ставьте свои вподобайки оставайтесь на канале улесе голубика днепр все будет добре